В последней капле служило увольнение хирургов из Демидовской больницы в начале августа этого года, в связи с чем была закрыта экстренная госпитализация в хирургическое отделение этой больницы и перенаправление основного потока между двумя больницами, то есть первая и четвертая горбольницы нашего города. В связи с этим мы подходили к администрации с целью улучшения условий труда, то есть усиление дежурной бригады, улучшение диагностики и повышение оплаты труда. Нас не услышали, несмотря на это мы написали письмо в Министерство здравоохранения, ответа мы тоже не получили, в связи с чем мы написали заявление о увольнении от 16 августа этого года. И в связи с этим и получилась такая ситуация. Скажите, пожалуйста, а сколько у вас в отделении у всего хирурга? По штату 4 человека, физический шлифт тоже 4, в гнойном 2 человека, и того 6 человек на всю больницу. Плюс 30 круглосуточных дежур, 30 на этих шестерых человек. В дежуре по 2 человека, вот читайте нагрузка какая. Поэтому мы, так сказать, выдвинули свои условия, попросили, так сказать, обратить на себя внимание, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Зарплата это не самое главное, то есть это не первое требование, а именно то, что уменьшение нагрузки. Основное это, то есть кадровое усиление, улучшение диагностики круглосуточной и правовая защита врача перед пациентом и его родственниками. Скажите, в пятницу главврач и, так скажем, регионально у вас собирались сегодня встречи с министром. До чего договорились? Вообще какой-то есть итог? Ну, у нас просто была беседа с представителями, значит, министерства, представителями областного, какой там ЗАГС собрания, что-то. Мы просто спрашивали свое мнение и выход из этой ситуации, которая сложилась у нас в больнице. Пока нас выслушали, дальше будет работать комиссия, которая будет принимать решение по поводу того, что мы выдвинули, так сказать, свои условия по улучшению своей работы. И я буду делать выводы, вот эта комиссия, которая сейчас вот здесь работает. С врачами мы поговорили, они настроены работать в целом. Мы видим там те рабочие, технические моменты, которые надо решить. И в этом министерство поможет нашей больнице правильно подойти с точки зрения закона, с точки зрения правильной организации медицинской помощи. Организация была правильной, есть недостатки, которые надо будет ликвидировать. На качестве это не отражалось, но на взаимоотношениях внутри коллектива это отражалось. Материальная сторона? Знаете, материальную сторону мы сейчас изучаем. Я хочу сказать, что все параметры, которые должны были бы по заработной плате быть, они выполнены. Но мы считаем, что нужно пересмотреть систему оплаты труда. Систему, она должна быть привязана к конкретным результатам. То, что произошло в Тагиле, это в основном и в главном образом результат слабой работы главных врачей с конкретными врачами. Шесть человек написали заявление об увольнении в больнице номер один. Никто из них не уволился в настоящее время. Основная часть из них, вот по результатам нашего сегодняшнего выезда, предполагает больнице остаться. Вчерашним приказом начата проверка финансовая в двух больницах Нижнего Тагила номер один и Демидовская больница. Проверка будет идти примерно месяц. Наша главная задача посмотреть, каким образом распределяется фонд стимулирования. Общий объем заработной платы медицинских работников соответствует дорожной карте и тем параметрам, которые мы перед больницами ставим. Разговор идет о том, насколько это адекватно совмещается с нагрузкой врачей и, соответственно, насколько эффективно распределяется фонд стимулирования. По ее результатам губернаторам в том числе будут приняты, в первую очередь губернаторам будут приняты административные решения по отношению и к руководству больницы в том числе. Могут ли к ним применяться жесткие санкции после всех проверок, вплоть до увольнения, либо чем-то другим? Я коротко отвечу, могут. Продолжение следует...